Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами школа рукоделия. Я Вика. Сегодня у нас вот такие вот слитки. Будет попетельное описание для начинающих. Огромный плюс этих слитков в том, что они не слетают. Так что моя рекомендация обязательно попробовать их связать. Секрет ниспадания с пятки вы узнаете на протяжении видео. Вот и еще разбор по размерам. Нам понадобится остатки пряжи толщиной 180 метров в 100 граммах. 50 граммов, 180 метров в 100 граммах. Далее спицы три с половиной миллиметра и два маркера. Ну и соответственно игла для сшивания. Вот количество петель для соответствующих размеров. 35, 36, 81 петля, 37, 38, 87 петель, 39, 40, 93 петель. Я беру ориентировочно женские размеры. Набираю. Вяжу маленькие 35, 36 размеры. Набираю 81 петлю. Первые 25 петель, 27, 29 петель. Мы вяжем лицевыми петлями. Включая кромочную кромочную. Кромочную мы тоже считаем. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 25. И одеваем маркер. Это лицевыми петлями. Далее у нас идет полупатентная резинка. Здесь у нас 31 петля, 33 и 35. Соответственно к вашему размеру у меня 31 петля. Начинаем с лицевой петли и вяжем резинку 1 на 1. 31 петлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 31. Мы начали лицевой петлю и закончили лицевой. И одеваем маркер. Далее следующая часть, она у нас точно такая же, как первая, лицевыми петлями. Вот и все, все наши петли. Вяжем до конца ряда 25 петель. 24 и последняя 25. Вот они наши три сектора. Первый и последний из них вяжутся и в лицевой, без одиночного ряду лицевыми петлями, то есть платочной гладью. А средняя часть вяжется полупатентным узором. Вяжем до конца ряда 25 петель лицевыми. То есть по сути все ряды у нас одинаковы. Сейчас покажу только в чем разница. Вот в этой средней части изнаночную петлю я провязываю изнаночной, а лицевую под петлю ниже. Вот она, то есть не в петлю я продеваю, а под нее в дырочку. Изнаночную обычно, лицевую под нее. И у нас получится такая пышная резинка. То же самое мы делаем и в лицевом ряду. Боковые части мы вяжем лицевыми петлями, а среднюю часть вот точно так же. Изнаночную петлю изнаночная, лицевую петлю под петлю ниже. И продолжаем наше вязание вверх таким вот образом, без изменений вот вверх. Так, и после маркера лицевыми петлями. То же самое мы делаем в следующем ряду. Вот должна получиться у нас такая вот деталь. Перепроверяем сантиметровой лентой. Здесь у нас 38 сантиметров. Здесь у нас 41 сантиметр. Здесь у нас 43 сантиметра. Это ширина вот этой вот полосы. Ой, 44, девчонки, здесь. 44, 6 петель, это 3 сантиметра. Теперь, а, высоту. Ага, высоту еще, девчонки. Здесь у нас 28 рядов. Здесь 30 рядов. И в большом размере 32 ряда. Так, разобрались с этим. В сантиметрах это, соответственно, 7,5 и 8 сантиметров. Высота вот этой вот детали. Теперь пришло время, девчонки, наши. Вот, как бы, вот все наши размеры. То есть, да, понимаем, это разделение петель, это длина вот этой вот детали, а вот эта вот высота в рядах и в сантиметрах. Так, все, я вот это убираю. Теперь, я же говорю, пришло время нашего фокуса. Вяжем вот эту часть платочной вязки без изменений. Просто провязываем эти 25 петель, в моем случае, чьи вашим, соответственно, размеру. Доходим до средней части, которая вязана этой пышной резинкой. Вот так вот она выглядит. Достаточно эластичная и плотная. Так, теперь здесь, в этой части средней, мы провязываем лицевую и изнаночную петлю вместе. Вот так вот все, все петли. То есть, средняя часть у нас, смотрите, уменьшается сейчас в два раза. И последнюю, вот она, последняя лицевая, и с одной петлей, петлей из вот этой вот, как бы, части слитка, мы провязываем тоже две вместе. И теперь лицевыми петлями до конца ряда. Вот так вот. Так, следующий ряд. Снова эту часть мы провязываем без изменений. Ту часть, где у нас платочная вязка, она. То есть, если посчитать, то здесь у меня было 16 раз провязано по две петли. У вас же будет, соответственно, 17 и 18, в зависимости от размера. Значит, здесь я дохожу, вот видите, вот здесь вот у меня платочная вязка, здесь начинается, да, вот видно она, вот она начинается, средняя деталь. И снова отсюда, начиная с начала этой средней детали, вот у нас здесь вот хорошо видно эту лицевую петлю. Вот начиная с этой лицевой петли, мы начинаем тоже вязать по две петли вместе. Если в предыдущем ряду у меня было 16 этих убавлений, то все эти 16 я провязываю по две вместе 8 раз получается. То есть, еще в два раза я уменьшаю количество петель в этой центральной части. вот, все, видите, раз, два, три, четыре, восемь раз, все. Вот моя центральная часть, по сути, вот за счет вот этого места у нас стягивается сам тапочек, видите, принимает форму и держится на ноге. Вот поэтому, в этом и заключается весь секрет. Провязываем до конца ряда. И в следующем ряду все петли закрываем. Так вот это выглядит, то есть, вот эту часть вверху мы абсолютно все стянули. Видите, вот оно стянуто, а здесь уже пошло свободное полотно, которое облегает ногу. Вот так вот, красиво. Вот. Сейчас я закрою все петли и сошью тапочек. По поводу шва на ступне, девчонки, обычно много людей возмущается по этому поводу. Что хочу сказать. Девчонки, оно кажется, что оно давит на ступню, но если сшить, я вам покажу, как сшить, чтобы было минимальное, как бы, минимальное утолщение, здесь петли старайтесь тоже достаточно туго закрывать, чтобы не потерять вот эту вот, как бы, плотность именно в этом месте. Так, что, о чем я говорила? Что шов, мы его чувствуем буквально первый час, потом оно все уляжется, и все будет прекрасно, ничего давить там не будет, девчонки. Это для тех, кто сомневается в том, что шов на ступне. Далее, если вы подащете, вот есть у меня видео, как подшить в стельку и сделать натуральные тапочки, то вообще там очень быстро все встанет на свои места, и никакой шов нам не страшен. Поэтому я считаю, что, как простой вариант, очень даже хорош тем, что сидит хорошо. Потому что вариантов следков сейчас великое множество, но на самом деле они имеют тенденцию слетать с ноги и не держаться. Это я уже и на себе испытала. Я их тоже вязала, перевязала, всяких разных, вот. Ну, не все так гладко, как кажется на самом деле, и не все так радужно. Вот, значит, вот такие вот пироги, девчонки. Вот видите, здесь у нас все стянуто и стабильно. Здесь у нас ничего не растягивается. Растягивается только вот это вот полотно. А вот эта часть, она и будет держать следок на ноге. Так, все, последняя петля. И вот здесь я оставляю побольше нить, чтобы уже в нее исчить и не... Теперь смотрим, девчонки, вовнутрь мы складываем вот тем, вот той стороной, где у нас начинается лицевой петлей. Оно красивее выглядит, чем вот это вот. Хотя, ну, смотрите, просто чтобы обе стороны у вас были одинаковые. Поэтому выбирайте свою идеальную сторону. Я решила почему-то так. Хотя с этой стороны тоже симпатично. Так что, выбор за вами. Сшиваем обычным, прям совсем детским способом. Вот таким вот образом. Никаких не в петлях в петлю, никаких заумных. Просто здесь закромочные. Вот сюда. Видите, вот эта сторона, за счет того, что платочная вязка по кромке обычно вытягивается, здесь поднимается пятка. То есть, нам это сейчас играет на руку. Потому что в месте пятки у нас немного уходит наверх, что очень даже нам нужно. Нам это поможет в какой-то степени. Так, ну и по низу. Здесь только мы сопоставим вот эти вот наши узоры. Здесь вот тоже, вот смотрите, я не шью вот так вот, да, классическим способом, а захватываю просто за вот эти петли набора. Это изнаночная сторона, это низ. Тут особой красоты нам как бы не нужно. Ну и особого уплотнения тоже нам не нужно. Поэтому вот так вот сшиваем, без особых уплотнений. Тем более, если вы будете делать подошву, тем более, не надо заморачиваться, просто минимализировать здесь уплотнение по возможности. И все. Наша главная задача, которая стоит. Здесь мы точно так же сшиваем почти до конца. Там уставим 2 сантиметра до конца. Вот, теперь вот эти вот, тут последний штрих нам тут надо кончик. Смотрите, что сделала сама. Вот эту вот часть нужно стянуть, чтобы здесь образовался такой пятачок. вот таким вот образом. Вот и прекрасно. Так, все, девчонки. Тут даже не особо его, даже его не особо и нужно украшать. Вот смотрите, если смотреть на сам следок, у нас прекрасно тянется здесь вот все. Пятка натягивается, а в этом месте, вот, смотрите, у нас все плотненько и ничего никуда не убегает. За счет этого следок очень хорошо держится именно на пятке, на ноге. Все, девчонки, вот такие вот следки. Сегодня. Видите, здесь у нас за счет платочной вязки пяточка хорошенько натягивается. Здесь все плотненько держится. Все, девчонки, с вами была Вика из Школы Рукоделия. На сегодня все. Всем пока-пока.